Скажу вам сейчас, как у сода, когда у вас нет утюга, как нужно гладить белье. Берете просто воду и вот так смачиваете вашу одежду, и потом она выглядит как повлаженная. И не нужно делать с собой утюгу, потому что у меня после стирки все такое мятое, а утюга еще не прикупила. Терный. Такой маленький. Мы только что привезли белье с футбанго, сейчас будут вместе с вами вот это все распаковывать. Еще сама ничего не видела. Ананас, манго, сок, полтора литра здесь. Но я вот сейчас пью его, но не сок это, это так, лимонная кислота с сахаром. Для тако такие специальные лаваши. Здесь в наборе 6 лавашей и, по-моему, какая-то приправка. Макарошки. И здесь, это простые макароны, но здесь есть пакет с таким сухим сыром. И вы его когда мешаете, ну типа это очень вкусно. Не знаю, насколько полезно, но действительно достаточно вкусно. Я уже такие пробовала. Тут какие-то батончики цельнозерновые. Раз, два. Томатный соус. Три батончика. Макарошки. 900 грамм. Вот такие как рошки, макарошки. Еще один томатный соус. Так, батончиков получается 6 штук. Положим их сюда. Две баночки. Тут это как горошек с морковкой. Окей, этот пакет пустой. Дальше. 4 литра молока. 2% жирности. Тут целый пакет совсем. Сейчас будем смотреть. Персики маринованные. Раз, два. В прошлый раз я не пробовала ни персики, ничего. Я вообще уехала от хозяйки. Я весь футбанк ей оставила. Ну, бог с ней. Это помидоры. Здесь у нас, наверное, туна. Фокусируйся, камера. 170 грамм. Туна. Раз. Туна. Два. Отлично. Две баночки туны. Фасоль, как всегда. Здесь очень много едят фасоль. Мои друзья даже мне отдали. Поделились своим футбанком. Отдали мне свою фасоль. Несколько баночек. Потому что они ее вообще не едят. Вот. Ну, наконец-то. Это арахисовая паста. Теперь буду пасту есть. Ура. То есть вообще. Думаю, у меня все было. У меня была паста. У меня было столько еды. И, короче, да. Ну, ладно. Девушка, когда мы подъезжали, девушка спрашивала, нужны ли мне тампоны-прокладки. Ну, я что-то невнятное ответила. В общем, она мне положила тампоны и ежедневные прокладки. И вот такую вот сумочку. Сейчас посмотрим, что здесь у нас внутри. Прикольная косметичка такая. Ага, здесь тоже, видите, здесь прокладки. Такие и толстые, и типа ежедневные. Ага, есть тампончик. Два тампончика. И что у нас? И типа гигиеническая салфетка влажная. В общем, вот такой наборчик. Можно дорогу брать с собой. Также футбанк. Есть такое предписание. Дает деньги, если вы страдаете сахарным диабетом. Но здесь нужно пройти... Ну, это не лечение, это как какие-то там наблюдения за вами. Но зато вам будут бесплатно отдавать еду. Но в том случае, если вы страдаете сахарным диабетом. И предупреждение о том, что проверяйте сроки годности. Потому что футбанк это же продукты, которые уже с исходящими сроками годности. Не всегда, но чаще всего. И вот следующий пакетик. Смотрим. Это из супермаркета Куб. Это, кстати, супермаркет, который рядом со мной находится. И видите, вот есть базовая цена. Например, 13 долларов. Но, скорее всего, это просто исходили сроки годности. Поэтому это просто отдали футбанк, чтобы оно совсем не пропало. У меня на входе девочка еще спрашивала, что я хочу курицу, свинину или говядину. Я выбрала курицу. Но в прошлый раз я тоже выбрала курицу. Вот сейчас мне положили, видите, две вот таких раз-два. Два пакета с курицей. И это филешка. Ее можно просто варить и правильно питаться наконец-то. А в прошлый раз мне дали просто куриные сосиски. Я у нее спросила, это будут куриные сосиски или это будет мясо. Потому что, ну вот мне сосиски прям вообще не хочется. Я не ем ни сосиски, ни колбаски, поэтому... Ну, ем, конечно, но предпочитаю все-таки обычное мясо. Вот такую колбаску для сэндвичей положили, бекончик. Такие вот сосисочки. Турецкие какие-то медовые сосисочки. Потом вот здесь вот мне название меня прям очень сильно смутило. А хот-дог все-таки горячие эти собачки. Ну, сосиски для хот-догов. Ну, в общем, такое. Шесть яиц. Дальше вот такая упаковка сыра тартар. И упаковка, я вот не могу понять, что это. Это или мясо, или рыба. Оно уже приготовленное тоже в вакуумной упаковке. Ну, круто, круто, ребят. Я часто очень, я просто такие продукты даже не покупаю. Дальше хлеба. Вот две огромных упаковки. Я, наверное, его заморожу, потому что я реально... Во-первых, у меня есть хлеб. Я же в ресторане могу кушать у себя. И у нас там хлеб мы можем брать... Ну, кушать бесплатно. И вот такой хлеб для бургеров. Наверное, я их просто заморожу, потом когда-то я их использую. Вот поэтому у меня хлеба достаточно. Плюс мои друзья в пекарне работают. Они мне подгоняют хлеб. Очень мало зелени. Прям вообще в этот раз очень мало. Вот такие листья салата. Вот такая упаковочка ежевики. Упаковочка малинки. Здесь, наверное, грамм 300. В хорошем случае. Сейчас посмотрим. Ну, мало, прям мало. Не знаю. Ну, грамм 300, наверное, не больше. И бобы. Все. Вот из фруктов, овощей это все. На самом деле, здесь в Канаде очень дорого. Фрукты, овощи гораздо дороже, чем у нас. И даже дороже, чем мясо здесь. Вот пакет с картошкой, наверное, килограмм. Ну, 6, наверное, килограмм. Вот так, хороший пакет с картошкой. И вот такие упаковки для выпечки. Это чтобы печь белый пирог. И две упаковки для американских панкейков. Я пробовала из этих панкейков делать наши млендси. Так, чтобы закрутить сыром. Нет, ребята. Вот эта мука, она специально, это специальный состав уже там с сахаром, с распушителем и всем-всем. Вот этот состав, ну, никак не подходит для наших млендси. Их невозможно свернуть, они ломаются, их невозможно сделать жидкими. Они рвутся. То есть это исключительно для американских, американских вот таких панкейков, короче. Ой, панкейков. Или как это? Как это правильно назвать? Ну да, все правильно. В общем, две таких упаковочки. Вот, это мой второй фудбанк, так что теперь у меня еды. Еще не показала, ребят, вот такие вот штучки с молоком пить. Можно по утрам. Но я иногда их пью в любое время. Сегодня я вас хочу познакомить с магазином Walmart. Посмотрим цены, посмотрим, что сколько стоит. Вообще, это один из самых хороших магазинов в плане выбора и в плане цены. И самых востребованных в Канаде. Здесь бывают такие акции, например, если вы покупаете два, то каждый будет стоить всего... А, все вместе будет стоить 7 баксов. А если один, то 3,77. И вот таких акций здесь очень много. Особенно, если есть просроченные... Ну, не просроченные, а подходящие к срокам продукты. Ну, это понятно, да? Известные пончики. 4,97, 6 штучек. Такие разные-разные здесь. 3,97. Вот такие 6 пончиков. Такие булочки, как у нас с чесноком, только они без чеснока. 12 булочек. Ну, почти 4 доллара. 3,77. Тортики. Кто любит тортики? 5 долларов. Здесь, наверное, или 400, или 500 грамм. Такие маленькие тортики. В принципе, достаточно вкусная выпечка. То, что я пробовала здесь, в Канаде. Но именно эти я не пробовала. Фисташки. Кто кушает? Вот здесь арахис... Не фисташки, а арахис, пардон. В чем-то обжаренном сладком. 3 доллара. Вот такой соленый, похоже. А, нет. Not sales. Наверное, не соленый. 4 доллара. Тоже такой 4 доллара. Сколько здесь по весу? 450 грамм. По весу 4 доллара. Круассаны. Вот такая упаковка. 10 небольших, маленьких круассанов. 3,77. Из чего я кушаю часто? Это огурчики. Вот такой один огурчик, полностью упакованный. Стоит 1 доллара 67. Томат. Есть вот такие томаты. Здесь навес. 2 доллара 47. Но здесь очень важно читать за LB. LB это 454 грамма. То есть за 1 килограмм 5 долларов 45. Яблоки за 454 грамма 2 доллара 47. Персики за 1 упаковку. Вот такую 6,97. Лук. Очень крупный такой. Прямо, видите, большой-большой. Один мешок. Это 10 LB. Это 5 килограмм получается. 8, ну, 4,5 килограмма. 8 долларов 97 центов. Капуста. 97 центов за 454 грамма. Или 2 доллара за... 2 доллара 14 центов за килограмм. Вот такой вот сырочек будет стоить 11 долларов 27 центов за 480 грамм. Разные-разные цены. Здесь у нас сколько? 100 грамм 6 долларов 87 центов. Пробовала вот такой сыр. Он немножко с перцем острым и немножко с солью, но он сладкий. И здесь получается за 150 грамм почти 6 долларов. Апельсины за килограмм будет 5 долларов. Клубника за килограмм... А, нет, вот такая упаковочка 4,97. Почти 5 долларов. Так. Я увидела такой ряд international food. Здесь еда разных национальностей. Давайте посмотрим, найдем ли мы здесь гречку или какую-нибудь нашу крупу. Чего мне очень-очень-очень не хватает. Рис и, конечно, выбор просто огромный. Я нашла овсянку. Ну, в принципе, овсянку можно найти в Канаде без проблем. Вот такая более крупная за 750 грамм 3,77. А я взяла чуть-чуть мельче за 2,47. Здесь 1 килограмм вот такой вот. Вообще, конечно, овсянки выбора очень много. С разными вкусами, добавками и разных производителей. Так что, в принципе, с овсянкой проблем точно нет. У нас я... Вот этот латук я обычно не замечаю в магазинах. Наверняка он есть. Но здесь вот он прям очень актуально. И, в принципе, недорого. Вот такая большая упаковка стоит 5 долларов. Ну, реально, это же много. Можно разный купить. Но этот, правда, 7,97. Вот так удобнее. Этот 7,97. А вот такая упаковка 4,97. Очень много булочек самых разных. А вот как раз те булочки, которые мне давали в футбанке. Для хот-догов. Итак, сколько они стоят? Если покупаете 2, то будут стоить всего 5 долларов. А где? Как сэндвичи. А вот сэндвичи для сэндвичей. И такой стоит 6,50 тоже, если покупаете 2. Пришли там, где мясо. В принципе, мясо, на мой взгляд, не очень дорого здесь, в Канаде. Потому что всегда можно найти что-то по акциям. Это не так, как овощи и фрукты. Вот, например, одна из акций. Куриное филе. Если покупаете просто одну упаковочку, то будет стоить 13 долларов. А если покупаете 2 упаковки только, то будет вместе 20 долларов. То есть, каждая по 10. А в том, что вот такие акции, когда есть упаковка и на нее есть уже цена, то в упаковке можно найти разный вес. То есть, вы видели 570, а здесь, например, 700, 736. И это будет точно так же одинаково стоить. Иногда попадаются в упаковке килограмм, килограмм 200. Просто, если вы приходите и на прилавки еще очень много всего выложите, вы можете просто смотреть вес, как здесь 736, здесь, например, 690 или вот 573. То есть, разные упаковки, но цена будет 1 этаж. Красная рыба. Кто любит? Есть разная цена. Здесь вот 35 долларов за килограмм. Фокусируйся. Но бывает по акциям нам попадалось 25 долларов за килограмм. Тоже обалденная красная рыбка. И, в принципе, в отношении цен здесь в Канаде, то 25 долларов, ладно, это уже не так дорого. Потому что, в принципе, все дорого. У меня был случай. Я хотела приготовить картошку по-домашнему с салом. И я реально, я обошла много магазинов. С сала я нигде не видела. Единственное, что у них можно найти, это вот такой вот уже порезанный бекон. И, например, эта упаковка стоит почти 20 долларов. 19,97. Здесь 1 килограмм бекона 20 долларов. Но, видите, как будто бы хороший. То, что я тогда купила, я купила совсем немножко, не килограмм. И я его пожарила, но это был такой старый бекон. И он был такой невкусный. Это просто ужас. Еще посмотрим перец. У нас сейчас август месяц, самый сезон, я считаю. Вот так. 8,75 за килограмм долларов. Здесь цена такая же. 8,75 за желтый, за красный. Вот такой зеленый кабачочек. 4,34 за килограмм. И синенькие баклажаны. 5,45 за килограмм. Очень много разной зелени. Капуста. 5 долларов за килограмм. Капуста. Ну, вот такие вот цены, ребята. Вот так вот. Поэтому иногда я думаю, что мясо дешевле. Мясо не дешевле, но хлеб точно дешевле. И его... Он очень доступен здесь, в Канаде. Особенно для меня, потому что я могу бесплатно кушать хлеб в ресторане. Ну, идем дальше. А еще, ребята, у меня есть такое приложение. Подружка недавно рассказала. Юка. Видите, вот это вот? Вот. И можно проверить все продукты, насколько они полезны. Вот здесь, ну, как будто бы считается, что очень полезные здоровые напитки. Ну, давайте посмотрим, сколько из 100. Вот, 74 из 100. В принципе, это хорошо. Например, да? А здесь вот такой вот. Что это он пишет? Что это он пишет? Перейдите обратно. Смотрим следующий, да? Вот такой. 50 из 100. То есть уже похуже. Вот этот мы сейчас проверили. 78 из 100. Это прям хороший. Вот этот, где, видите, написано. Оранжу 100% здоровый напиток. Смотрим. 59 не такой уж он и здоровый, понимаете? И вот так вот можно проверять. Например, гранатовый сок. Смотрим гранатовый сок за 11 долларов. 34. Ничего хорошего. Вот так можно проверять продукты. Круто. Пришли в отдел. Все для выпечки. И у нас такого я еще не видела. Но здесь реально вот все рецепты, все бисквиты, все торты, какие вы хотите приготовить, уже сделаны миксы для теста. То есть вы просто добавляете воду, замешиваете и пекете. Припечете. В общем, с одной стороны это очень удобно, а с другой стороны я реально не знаю, что находится внутри. Меня это немножко, ну, как бы смущает. Я же привыкла там соль положить, масло, яйцо и так далее, и так далее. Вот, например, для белого бисквита, для темного бисквита, для вот такого тортика, наверное, песочного. Или для кексиков, для вот такого тортика, очень похожа на пражский, кстати. Для брауниса, брауни, для вот таких каких-то пирожных, для вот такого темного хлеба. Ну, в общем, самые-самые разные, видите, они уже прям намешанные, намешанные составы. И, кстати, если уж посмотреть по ценам, то, в принципе, это достаточно недорого. Там 4 доллара за 465 грамм уже готовой смеси, где вам не нужно вообще морочить голову, добавить там или воду, или яйцо, молоко, возможно, замесить и выпечь. Ну, то есть это как раз не очень дорого здесь, для Канады. А помните, мне в фудбанке пришли вот такие вот макарошки. Давайте посмотрим, сколько они стоят. 6 долларов, если вы покупаете 3 штуки. А если одну штуку, то 1.97, так одну дешевле покупать получается. Еще такой момент, ребята, приходится пользоваться переводчиком, чтобы понять, что я покупаю. Вот, давайте посмотрим. Подслащенное, извещённое молоко. Сукры, ну, с сахаром. Такое, сколько оно стоит? Непонятно, сколько оно стоит. Где цена? Где цена? Я вот смотрю на все эти большие банки с молоком, и я не понимаю, какая из них натуральная. Мне что-то натуральное, мне не натуральное не надо. Наверное, надо ориентироваться на цену. Какая натуральная, а какая ненатуральная. Такой большой выбор. День остров. Смотрим яйца. В упаковке 12 штук. Вот почти 5 долларов. 5,28. 8,68. Самые дешевые. 4,28. Причем, я могу точно сказать, что самые дешевые, это не значит, что самые плохие. Это просто разные производители, и они даже не всегда супер-маленькие. Они, видите, достаточно большие. Ну, ладно, возьмем упаковочку. Так и быть. Кстати, если вы берете сразу два десятка, 20, 8,98. Вот так вот и есть. А, не 20, а 30. 30, 8,98. Соки, которые я уже попробовала, разведенные водой. Два за восемь, полтора литра. Вот такой вот. Два шестьсот литра за 5,47. Ну, в принципе, вот такие. Сейчас еще вам молочко покажу. Сливки. Тоже разные-разные цены. Есть безлактозное молоко. А есть вот обычное молоко, которое там 2%. 4 литра 5 долларов 29 центов. А вот такое здесь тоже 2%. 4 доллара. Только сколько здесь литров? Сейчас посмотрим вместе с вами. Потому что я такое не покупала. Я не знаю, сколько. Два литра здесь за 4 долларов. Ну, наверное, 4 литра выгоднее брать за 5 долларов. А еще мне нравится, что здесь большой выбор натурального, ну, как безлактозного молока. Типа, видите... А что это? Это же молоко из кофе, что ли? Я такое первый раз вижу. Не помещается теперь. Смотрите, как это миндальное молоко, да? Вот отсюда мы посмотрим. Миндальное, соевое молоко. Кокосовое молоко. Вот, как мы, наверное, ее возьмем. Сколько оно стоит? Давайте посмотрим, сколько оно стоит. Боже, 45 калорий. Как всегда. Молоко, если покупаете 2, то каждая будет 7. А если покупаете 1, то 1 стоит 4,27. Мне нужно масло, что здесь масла совсем немного, как-то совсем немного. Не такой большой выбор, как я помню, где-то. Смотрите, здесь есть масло соленое, есть несоленое. Унсел – это несоленое. Это тоже несоленое за 6,28, за 454 грамма. А мне хочется подешевле, что взять 5,97, то подешевлешь, правильно? Но это, похоже, соленое масло. Ну, возьмем его. Еще, ребята, хотела показать шоколадки. Вот тут вот такие вот разные, молочные. Я пробовала немного, но мне вот эта шоколадка понравилась больше всех. Здесь за 100 грамм 2,28. Такие вкусненькие. Так, еще, видите, это как у нас в Ашане, очень много всякой одежды, обуви. Ну, так примерно по ценам пробежимся. Вот такие вьетнамки, всякие шлепочки по 19 долларов. Вот такие ботиночки. Понятно, что китайские – 29. Разные кофты для мужчин – 20 долларов. Спортивная одежда – 29 долларов. Такие штанишки. А футболки по 19 долларов. По 15 долларов. Вот такие вот штаны мужские. Я решила отблагодарить всех людей, которые мне помогали здесь, и приготовить вкусный-вкусный пирог. И вот сейчас еще думаю, что мне нужно все-таки приобрести здесь миксер и блендер. Или и то, и другое. Это вот прям очень важно. Так, ну, скупилось немножко. Сколько у нас получилось? How many? No, no. This... How many? А, 73. 73 доллара. Сюда карточку прикладываю. It's okay? Insert it. Набрали тут всего. Теперь еще нужно это все донести. Два с половиной километра. Ребята, на сцену не везет. Тут вообще столько людей. И тупа просто не берет. Куча заказов. Все заканчивается, печется. Видите, какие экраны заказывают, заказывают, заказывают. Что у нас, видите, все выпекает.